Тренический косплей. Участник под номером 3. Команда «Голубые голуби». Фестивальная легенда о Вокс Макина. Уважаемые судьи! Пред вами представлена группа наемников, называющих себя Вокс Макина. Варвары, разбойники, абсолютно не имеющие морали. Стоп, стоп! Вы совсем не умеете представления. Лучше отдайте мне мою людню, и я поведаю вам настоящую легенду о Вокс Макине. Скану, я знаю, что в тебе совсем нет чувства такта, но хотя бы сейчас заварись. Не могу не согласиться с данным предложением, но, пожалуйста, соблюдайте тишину. Итак, эта группировка посмела вторгнуться на наш турнир, разрушить все вокруг себя и чуть не убила ни в чем не повинных участников. Господа судьи, прошу выдвинуть им жесточайший приговор. Да погодите вы. Как минимум, у нас есть право на последнее слово. Так позвольте же поведать вам наше видение ситуации. История начинается с того, как наша команда культурно отдыхала в одном из заведений после выполнения тяжелой миссии. Умоляю, давайте не нажираться, как в прошлый раз. Я больше не хочу, чтобы из меня выходила цветная радуга. Да брось ты. У нас есть немного деньжа, новых заданий совершенно нет. Можем себе позволить оторваться. Кстати, вы не видели, куда оделся наш большой друг? Ну, лично мой большой друг всегда у меня в штанах. Хочешь посмотреть, Лекс? Фу, отвратительно, Скандан. Не советую тебе клеиться к моей сестре. Ребята, у нас проблемы. Групп чуть не вписался в заварушку. Хотел выпить одно из зелья для увеличения силы, но по случайности выпил зелья невидимости. Нет, ему это, конечно, помогло незаметно всех разгромить. Даже утащил у себя пару трофеев, но все же. Да ладно тебе, Пайк. Пусть наш великан почувствует себя хоть раз незаметным. И нет. Это не потому, что мы не хотели заморачиваться с косплеем здоровенного Барбара Голиафа. Так поднимем же бокалы за лучших наемников этих земель, за Вокс Макину. Ура! Ура! Уважаемые жители Иона, приглашаем вас поучаствовать в турнире великих мастеров Новосибграда. Вас ждут различные испытания, как одиночные, так и командные. Мы гарантируем вам незабываемые впечатления, а победители получат ценные призы. Вы слышали? Ценные призы. Ребята, кажется, это задание точно для нас. Больше никаких попозок с купцами, развойников и вонючих гоблинок. За то какие призы! Ну, наконец-то благородное дело. Мне, Перси, Фредрик Штейнфон и Мюзель Колоссовский даровал третьему такое по душе. Высшее общество, честный поединок. А еще мы улучшим наши командные навыки. Перси, дорогой. Ну, насчет навыков, как кубики лягут. А в остальном я за. Да. Заглянем по пути к нашему старому другу за сельхими и прочими ништяками. Гилмор всегда нам очень рад. Думаю, мы найдем что-нибудь интересное. Вакс, может быть, ты хотел сказать, что он всегда рад тебе? Только не воркуйте слишком сильно. Все же мы по делу. Да, да. Вакс, Элдон, милый, двери моей лавки всегда открыты для тебя. Обязательно загляни ко мне после турнира. Я выдам тебе особый пресс. Я никогда не перестану удивляться тому, насколько Гилмор не замечает всех вокруг, когда рядом с ним возникает Вакс. Зато, благодаря красивым глазкам Вакса, нам удалось выкупить по сниженной цене набор для голосования и зелье для увеличения силы. В крайнем случае сможем с помощью набора убедить зрителей проголосовать за нас. Но вот как нам может пригодиться зелье? Даже если оно не понадобится нам в битве, я всегда могу увеличить себе мужскую силу. Может быть, хватит предыстории? Лучше объясните нам, как вам удалось пробраться на сам турнир. О, конечно. Спустя пару дней мы добрались до Новосибграда и сразу же направились к арене. Правда, у входа стояла охрана и запрашивала членский взнос, а мы и так были на мели. Я уже понял. Все пропили и потратили сомнительной лавки. Продолжайте. Мы можем посмотреть, если здесь запасной вход. Мы с Векс притворимся, что прогуливаемся, примем вид женатой пары. А как насчет прикинуться братом и сестрой, извращенец? Успокойтесь. Здесь точно должен быть задний вход. Ммм, найс. Нам лишь нужно пройти охрану. Думаю, что там они не особо наблюдательны. Вакс может воспользоваться своим навыком скрытности. Келит превратится в мышь. Грог уже невидимый. Думаю, что с командой из четырех участников мы сможем что-то придумать. Добрый день, господа. Меня зовут Перс Вальфредрик Штейнфон, мюзель Классовский Дыро Третьим. Просто Перси. Мы с командой хотели бы попасть внутрь, но у главного входа так много участников, а мы все же по важному поручению здесь. Не могли бы вы пропустить нас? Какое у вас поручение? Назовите себя. Мы проверим списки специальных гостей. О, точно, списки. Точнее, планки. Понимаете, у нас есть с собой набор для голосования. Найти набор нас попросили, 7 минут мы приступили, чтобы доставить в тот же час то, что так нужно им сейчас. Да, вы действительно правы. Что ж, скорее проходите. Отлично, Сканлан. Заклинание очарования сработало. Наконец-то вы здесь. Да, вот только мы теперь не сможем больше воспользоваться артефактом голосования. Сканлан потратил его. Сейчас ему бы в любом случае нам не понадобился. Видите, дверь, которую я видел в главный зал, заперта. Я уже пытался вскрыть ее с помощью булавки, но ничего не вышло. Правильно. Потому что булавка годится для крепления плаща к костюму, но никак не для открывания двери. Давайте просто пробьем ее. Да почему не получается? А, ребят, а вы пробовали открыть дверь на себя, а не он себя? Вот ты, это же милый. Попрошу не выражаться в зале сюда. Вау, прямо как в японских мультиках. Гром, попробуй его убить. Главное, не пробей стену. А то я уже сломал четвертую. Я хочу впасть в ярость! Это не сработало! Пайк, помоги мне! Мы высушим всю влагу из тебя, склизкое животное! Ну, прям сушеная закусочка Кэрю получилась. Вот видишь, Скану, не только ты хороший тентакт. Ну да, все соки из него выжили. Хватит болтать. Идемте скорее. Как же здесь темно! Хоть глаз выкали! Сейчас мы это исправим, Грог. Все свет! Освети нам путь! Странно, да? Здесь подозрительно тихо. Где все участники? Тихо! Прислушайтесь! Кажется, что вы движете к нам. Какого черта здесь забыл дракон? Векс, что с твоим предчувствием? Я не знаю. Обычно я чувствую приближение. Давайте, атакуем его все вместе! Мочи, вми руку! На него ничего не действует. У меня так скоро закончатся пули. Видимо, пришло время для нашего зелья. Рука с камерой! Что вы натворили? Это были наши декорации для сценки. Вы сломали их? Какой еще сценки? Где волонтеры? Нам срочно нужна помощь. А затем нас хватили ваши ребята, и вот мы здесь. В общем, вы незаконно проникли на территорию, одурили охрану, сломали чужой реквизит. Да, вы победили мимика, который магическим образом тоже к нам попал и мог довредить участникам. Но все же, с чего вы взяли, что это бойцовский турнир? Это Каспоя-фестиваль! А, так Коша-то посыльный говорил. Мы просто услышали что-то про бой и вознаграждение. А дальше все как в тумане. Мы приносим наши искренние извинения. Возможно, мы могли бы как-то загладить нашу вину? Конечно, вы загладите свою вину. Думаю, что решение единогласное. Вот, Смакина, вы назначаетесь волонтерами на нашем фестивале. И будете помогать всем участникам. Надеемся, что это заставит вас подумать над вашим поведением. Смакина! 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 Смакина!